это что это здесь будет фронтит гримморит вот этого что такое как называется этмоидальные клетки даже как будет болезнь называться а вот это или как будет называться да ос сфеноидалис так что будет какие бывают этмоидальные клетки передние средние и задние понятно вот это запомнить значит где у нас между пазухами носом есть соустия правильно слизь у нас выходит нос где нас научно ходит в каком месте между верхней челюстной и чем где находятся устье вот средняя носовая раковина вот средний носовой раковины нас соустия где из пазухи слизь попадает куда полость носа понятно а под нижней носовой раковины что находится где что вот нижняя раковина да под ней что находится когда человек плачет у нее сопли текут когда плачет слезы когда текут из нос течет ну назово кремалис тут находится канал когда плачет поэтому и понятно помните когда мы смотрели с вами приороскопии мы на что обращали внимание приороскопии а еще что зубы какие на зубы интересуют больше на нижней или на верхней челюсти наверх не почему зубы на верхней челюсти они стоят что могут могут даже торчать корнями куда в силу смог селярис понятно и если зуб больной инфекция будет идти пазуху понятно причина любого гайморита какая любого гайморита ну кроме адентогенного причина гайморита какая значит вот у нас в пазухе что слизистая оболочка так она вырабатывает слизь сколько слизи вырабатываются нормального человека в сутки пол-литра у нормального человека у аллергика когда аллергический ренит 3 литра банк 3 сутки и слизь у нас что она вырабатывается выходит куда через соустье так поэт полость носа вы ее вы смаркиваете проглатываете вы не обращаете на нее внимание но в носу наступает что ренит отек до вот тучные клетки отек отек что блокирует соустье вот видите вот все проходит все хорошо да а тут что отек блок и слизь начинает что она не может выходя начать скатливаться и вот что наступает 1 2 и уже гайморит понятно значит причина любого гайморита какая блок соустье блокированные соустье неважно чем она блокирована отеком еще чем-то главный блок соустье да уже что такое полипа так а это что вот я вам сказал полипы аллергия астма полипы блокирована соустье так будет гайморит как он будет называться полипозно-гнойный понятно полипозно-гнойный понятно полипозно-гнойный гайморит понятно это что искривление перегородки так заблокировал соустье будет гайморит это внутри черепные осложнения у нас будет отдельное занятие посвящено но это в конце гайморит нельзя лечить как греть нельзя тепло нельзя почему гной нельзя греть вы начинаете греть и гной идет куда в орбиту и флегмон орбиты и глаза нет понятно гайморит греть нельзя ни в коем случае наступает флегмон орбиты видите стрелять как будем лечить гайморит первое с чего мы начнем лечить самое первое причина какая отек правильно блок отек сюда сделать значит назначить антигистамины раз ну что мы сейчас назначаем при ренить что вы назначаете ну-ка нос не дышит что вы делаете нос не дышит отек что вы делаете сосудосуживающие капли ну только что в самолете чтобы ну капать надо в нос чтобы раковины сократились и соустье открылась значит первое вы назначаете капли в нос да тот же отрыве с этого вы начинаете лечить потом что если гной скопил что нужно сделать гноем дренировать но обязательно что мы назначим при гнойном процессе обязательно антибиотики обязательно антибиотики и что мы здесь можем сделать пункцию функция верхней челюстной пазухи понятно ну пунктируем и промываем до удаляем дной и вводим что в пазуху или антисептик или антибиотик понятно и пунктируем мы каждый день 7 дней если гной остается то мы что рекомендуем уже хирургическое лечение понятно вот синехия отрези синехии тоже если есть синехия будет гейморит конечно будет там блокирована соустья рубцом до рубцовой ткани есть понятие ну если мы больного начинаем оперировать операция по колдин люку вот разрез под губой до вскрывает базу убираем всю слизистую фосаконина делаем разрез и убираем кость потом накладываем соустье под раковины вот видите зон стоит из носа в пазуху так мы удалили всю слизистую оболочку отправили на гистологию на биопсию потом затампонировали и зашили понятно операция радикальная по колдин люку сюда есть еще понятие эндоназальная операция эндоскопия эндоназальная то есть это большая операция и не всегда делаю можно сделать что если блокирована соустье открой соустье и отток будет хороший правильно вот эндоназальная вскрыли вот видите убрали среднюю раковину убрали и открыли соустье понятно это эндоназальная операция ясно вот нити комгломерат какой убрали ошу получилось освободили соустье да вот видите срезали вот так вот убрали отток есть все гейморита уже не будет следующая болезнь какая ну фронтит это какая пазуха лобная пазуха да как будем лечить лобную пазуху фронтит здесь иглу не спунктируешь но первое чтобы поставить диагноз гейморита что нужно сделать как вы увидите что это гейморит у больного что надо сделать рентген рентген обязательно да вот но соломный нос под бетопарально аксиальной проекции то есть при фронтите мы делаем две проекции какие обязательно прямую и боковую так зачем то что мы будем фронтит лечить делаем это 3 по набор делаем 3 по на функцию так вставляем конюлю потом промываем вот понятно я на сегодня мы с вами увидим от 3 по набор я принесу посмотрим то есть просверлил под местной анестезии не на местная новокаин просверлил под местной анестезии и потом будем промывать если это не получается или фронтиты бывают частые то мы уже можем делать радикальную операцию на пазухе разрез поправим вскрываем пазуху так если двусторонний фронтит мы разрушаем перегородку и делаем одну общую базу и вставляем дренаж дренаж стоит три недели чтобы сформировалась соусти а иначе рубцом она атерезия и новую операцию значит сварим сюда вот по колдунку операции да вот мы убрали всю слизистую вот наложили соусти и зашили все вот эта операция операции на лобные пазухи ну мы так не немцы так делают в германии мы такую делаем редко операцию видите какой разрез на лобных пазух потом что бором убрали всю слизистую так взяли жировую клетчатку положили в пазуху и зашили все понятно во что жировая клетчатка превратится в рубец то есть пазухи этой больше не будет лобные понятно эта операция на запустивание пазухи пазухи не будет то есть нет пазухи нет фронтита но все-таки пазуха нужна у нас поэтому мы оставляем пазуху нет бывают случаи когда рецидивы часто и мы тоже так делаем но это редко вот немцы делать так чаще в германии понятно теперь посмотрим как вы рентгенологию знаете какие проекции есть носолобная носоподбородочная боковая и аксиальная проекция это какая проекция носоподбородочная почему вот здесь неправильно нарисована рот должен быть открыт народ открыт как мы смотрим мы сравниваем прозрачность пазухи с чем с глазницей одинаково затемнение а это что киста здесь что мы видим что видите искривление перегородки блокировано соусти и вот затемнение понятно значит причина какая гайморита вот какая причина искривление перегородки нос здесь это ну очень большой очень большая плотность у данного образования это что такое это контраст это ввели контраст в пазуху так но дефекта нет заполнения все хорошо вылечили все нормально а вот здесь что здесь тоже контраст но пазуха вся заполнена полипами поэтому контраст чуть-чуть там где-то понятно огромный дефект заполнения понятно эту пазуху нужно что уже оперировать понятно она забита видите контраст чуть-чуть там все внутри полипы здесь что видим опять контраст пазуха вот какая так а контраст вот здесь то есть вот это вот что хроническое воспаление ведь когда толстая слизистая она должна быть пол миллиметра она вот такая поэтому здесь тоже придется что больного гейморда оперировать гаймортами дел вот три пана пункция три пана конюля так вот боковая вот прямая проекция вот конюля так и контраст что соустье проходимо так контраст проходит в нос значит блока нет все хорошо вылечить понятно через конюлю мы промываем и из носа выходит жидкость то есть это была три пана пункция вот видите лобные пазухи до верхнем челюстные почему в данной проекции всегда открыт рот знаете почему это что синус финоидалис когда рот закрыт через зубы вы не увидите понятно это снимок если рот открыт вы видите с финоидальной понятно здесь что видим какой диагноз фронт и почему одинаково да наш кой болезнь какие пазухи затемнены почему вот это как будто взять что какие пазухи ну вершина шар болезнь будет называться почему гриммарит пазухи как говорит какой двусторонний лекция была по заболевали нос что это такое как можно лечить гаймарит кроме пункции как еще с помощью чего на лекции показываю а а а а а а а а а и а а а вот видите вот металл тут видите вот он да да вот он вот да то есть вставляем в нос в хаане раздуваем так и раздуваем преддверии носа через рабочий канал через соусти мы удаляем гной Понятно? Здесь что видим? Где? Какая причина? Искремление перегородки носа Вот Какая проекция? Рот закрыт Что видим здесь? Ну, что видим? Ну? Фронтит Это не фронтит Фронтит был бы полностью Здесь что? Видите? Как в капсуле какой-то, видите? Это мука целя В лобной пазухе Какая проекция? Боковая Да? Ну что мы первые видим? Ну что-то женщина, правда? Женщина? 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 Да Что мы здесь видим еще? Что? В пазухе что? В пазухе что? Контраст Но дефект заполнения Причина какая гейборита? Какая причина здесь? Блок За счет чего блок? Нет, здесь не блок, здесь другое Что? Ну как называется? От зуба Отдонтогенный гейборит Видите? Зубы на верхней челюсти Торчат корнями в пазуху И стоматолог пломбирует канал Так? Пломбирует канал И цемент Цементирует канал И цемент попадает куда? Да В пазухе Видите? Цемент в пазухе Это инородное тело Это хроническое воспаление Вот и все понятно? Вот он аддонтогенный гейморит Какая проекция? Что в пазухе опять? Контраст Контраст Вот зуб Он в пазуху торчит А это киста на корне зуба Вот причина гейморита Понятно? Что мы делаем? Мы удаляем зуб Ну стоматологи удаляют, да? А здесь дырка в пазуху Мы делаем радикальную операцию с пластикой лунки зуба Понятно? Мы берем слизистую со щеки И лоскутом кладем ее туда Ну в лунку зуба Здесь что в пазухе? Контраст Ну здесь все хорошо, да? А это зубы Фронтезу 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 начал стрелять и девочки попал глаз но глаз цел он пробил пазуху и пуля лежала на дне пазухи вот она она я ее доставал стрельнул и через кожу в пазуху что вот в пазухе что здесь затемнение что за что в пазухе то кровь как называть кровь в пазухе гематосинус это гематосинус понятно я и сделал просто отверстие я не делаю радикально ну жалко 14 лет но ребенок ну шо и прям по операцию большую я сделал фрезой отверстие и магнитом достал потом физраствором промыл кровь зашил здесь что что видим-то но фронт и геморрид левосторонний геморрид и и что еще почему я вам сказал при фронтите нужно делать какой снимок прямой и боковой да так здесь нет пазухи аномалия развития нет пазухи недоразвитие просто нет а похоже фронтит да и ты сейчас просверлились и куда ты попадешь в лобную долю до мозга поэтому все боковые снимки что глубину пазухи понятно здесь просто нет пазухи да похоже на фронтит сделаешь боковой снимок пазухи нет такое бывает обязательно делать а иначе вы что просверлить и попадете в мозг в лобную долю а за что отвечает эмоции за интеллект то есть ума ты больному не прибавишь да если лоб ему просверлишь а вот это адентогенный процесс это цемент это цемент но после зуб лечили цемент попал в пазух понятно что мы здесь видим искривление перегрузки это понятно еще что ничего интересного больше не видно у вас челюстно-лицевой хирургии не было еще до челуха не было вот в этом корпусе в подвале вот в этом не было ну будете проходить это перелом лицевого скелета перелом по фору бывает for 1 for 2 for 3 for 3 это отрыв лицевого скелета эта девочка лошадь как лошадь как лошадь по английски лошадь 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 копытом в лицо то есть лицо там просто разлетелось и это специальный тантал собирали лицо просто скрепляли она развалилась все понятно вы совмещали а здесь что в пазухах но травма нет нет у травмы только что было разбито все лицо что пазуха кровь как гимназин за сильность двухсторонний двусторонний гематесинус понятно диагноз внимательно своих поставить диагноз внимательно хорошо подсказку дам в каком положении сделан снимок ни в какой проекте в ком положении какие у нас положение есть стоя сидя лежа внимательно смотреть всем в каком положении но но внимательно внимательно смотреть внимательно и потом поставить диагноз он сделан в положении или стоя или сидя почему уровень жидкости если лежа уровня же не будет правильно но проходили вы лентгенология непроходимость кишечника видели там уровне а почему здесь не видите значит какой диагноз а пазухи тоже все вместе как это пансинусид почему не видите уровень а почему не видите одна страна как называется гемисинусид это пансинусид понятно все садимся а а а а а а